Сейчас в семье Манджиевых спокойствие, доверие и взаимовыручка. Но это результат больших усилий. Четыре года назад Мария и Александр узнали, что в их родном городе в Калмыкии умерла дальняя родственница, а сиротели двое малышей. Детского дома там нет, мальчиков из-за разницы в возрасте хотели разделить и отправить в детские дома в другие регионы. Недолго думая, Мария и Александр взяли отпуск и отправились на родину, чтобы усыновить сирот. Решение супругов полностью поддержали двоих сыновей – Баир и Эрдом. Выяснилось, что у приемных малышей серьезные проблемы со здоровьем. Но родителей это не испугало. Благодаря семейным ценностям мы справились, потому что у нас очень сполоченная команда. Во-первых, дети приняли. Толик и Виталик очень хорошо. Они первые сказали, давайте им их возьмем. Хотелось бы и не навредить. И самим было. Вот мне очень было тяжело к этому статусу привыкнуть, к таким детям, честно говорю. Нам всем было тяжело, мы все очень сильно переживали. И чтобы было бы все по-правильному, все хорошо, мы, естественно, очень часто ходили в Центр Семья, с психологами общались, также и к нам приходили. Давали советы, видели ситуацию со стороны. Но как бы все было в этом плане как бы под контролем. По словам Манджиевых, огромную помощь оказали психологи и педагоги из Центра Семья, которые не оставляли их без поддержки ни на минуту. За эти годы все проблемы удалось решить. Одному из усыновленных детей прочили интернат. Но сейчас он ходит в коррекционную школу, а уже со следующего года начнет учиться в обычной. Конечно, в начале было очень сложно. Ну а сейчас, сейчас можно сказать, что это обычная семья, очень дружная семья, где один за всех и все за одного. В регионе действует 25 мер социальной поддержки многодетных семей. Глава региона Дмитрий Азаров не раз отмечал, что правительством области уделяется особое внимание таким семьям. В этом году на меры поддержки из федерального и областного бюджетов, в том числе и в рамках национального проекта «Демография» в Самарской области предусмотрена рекордная сумма – 46 миллиардов рублей. Со стороны комплексного центра осуществляются меры социальной поддержки семьи с детьми в следующем виде. Это обеспечение бесплатными льготными путевками в детские оздоровительные лагеря, лагеря санаторного типа, коррекционные группы для детей, состоящих на сопровождении в учреждении, для родителей, для замещающих родителей. 2024 в России объявлен президентом Владимиром Путиным «Годом семьи» и в рамках этого года стартовал семейный проект «Всей семьей». Участвовать в этом проекте может любая семья. Достаточно зарегистрироваться на сайте, выполнять еженедельные несложные задания и выкладывать их в соцсетях с хэштегом «Всей семьей 63». Семья Манджиевых также принимает в конкурсе участие. Они уже вместе смотрели фильм, читали книгу и делали спортивные упражнения. И надеются на победу. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Константин Головин.